Канал, выкручивай от вертеля. Смотрите в этом эпизоде. Так, фотография есть официантки. Теперь нам нужно пойти и найти фотографию нашего бармена, который нас не пускает никуда. Так, здесь посмотрим. Это такие специальные вешалки для тех, кому не место в гардеробе. Угу. Лучше бы зеркал побольше навешали. Возможно, планируется расширение доски почета или ее вариации. Доска вечного почета, доска зрительских симпатий и так далее. Но думаю, что лица будут те же. Угу. Те же будут, те же. Но и невзрачный у них женский пол. Это да. Так, теперь нам нужно забрать вот эту фотографию. Возьму-ка я эту фотографию, чтобы при случае сравнить с оригиналом. Ага. Руками не трогать ресторанное имущество. О, он еще и разговаривает. Ну-ка поговорим. Так, отлично. На чем мы остановились? Теперь у нас повар куда-то звонил. Там нам надо будет кое-что забрать. Нет повара, нет проблем. Отлично. Вот стоит бутылка водки, надо ее забрать. Хотя-то нам нужно пиво, но водочку возьмем. Она нам еще пригодится. Ага. Цензура. Вообще-то мужики хотели пива, но, вероятно, водка у них выветрилась из головы. А как попьют пиво, сразу вспомнят. А мне же иди ищи, а я вот уже нашла. Ну, эта водочка тебе еще в другом месте пригодится. Так, ладно, выходим отсюда. Эй, привет, друзья. Итак, Петька Васильевна из 6 эпизод 5. Новая реальность. Подписываемся, друзья, ставим колокольчики, нажимаем на колокольчики, оставляем комментарии, делимся с друзьями. Итак, кинокомпания Бука Интертеймент совместно с компанией Сатурн Плюс представляют. Так, друзья, вы помните, на чем мы остановились? Да-да, на ресторане, поэтому заходим сохраненную игру, попадаем в ресторан, напоминаем, что мы здесь устроились работать официанткой, а теперь нам мы выполнили часть заказов, а теперь нам нужно принять заказ вот у этого джентльмена, фотографа. Что заказывать будете? Ничего, спасибо. У нас не принято просто так сидеть. Может, почек зайчих, крученых? Принесите лучше чашечку крови. Какой группы? Любой группы. С молоком. Больно он на элифа похож. Или на вампира какого. Так, ну что, кровь так кровь. Эх, кровинушка моя, полилась в бокалы. Теперь ту водку, которую мы с вами нашли, применяем на стакан с кровью. Отлично. Выходим. Получается коктейль. Чуть не кровавая Мэри. Так, ну что, и вручаем этот заказ нашему фотографу. Пожалуйста, ваш заказ. Да, какой-то он невменяемый вообще. Вот так вот, да? Благодарю. Эй, минуточку. Всем оставаться на своих местах. Что с вами? Идет сеанс общения с внутренним миром. А, и как? Конфликт исчерпан. Спасибо. Все свободны. Ай-яй-яй. Что-то со мной. Что-то со мной. Бум. Готов. Вот так вот, с одного стакана. С одного стакана. Мужики не поверят, что есть мир, где нет пива. А я им фотки принесу. Так, ладно, проверим, что тут у нас в ВИП-зоне. Простите, вы ВИП? Чего? Вот такой бармен у нас. Я, конечно, туда разрешен вход, только ВИП-официантка. Вы ВИП? Нет. ВИП? Я просто. Тогда будьте добры, не лезьте туда, если проблемы хотите. Да, пожалуйста. Да уж. Ладно, поговорим с ВИП-занкой. Извините за беспокойство. Да что вы, какое там беспокойство? Вы ведь насчет чьих? Не совсем. Тогда побеспокойтесь и не забудьте про ВИП-обслуживание. Сразу же постараюсь забыть. Так, давай-ка мы на нее встарапимем. Надо ее встарапировать. Не хотите ли попасть в галерею потенциальных моделей? Конечно, хочу. А то меня только на доску почета снимают. Снимают-снимают, а вешают-не вешают. Вот так вот. Повешают. Ох, как она выкручивает. Вы отвертеля. Так, фотография есть в официантке. Теперь нам нужно пойти и найти фотографию нашего бармена, который нас не пускает никуда. Так, здесь посмотрим. Это такие специальные вешалки для тех, кому не место в гардеробе. Угу. Лучше бы зеркал побольше навешали. Возможно, планируется расширение доски почета. Или ее вариации. Доска вечного почета, доска зрительских симпатий и так далее. Но думаю, что лица будут те же. Угу. Те же будут, те же. Но и невзрачный у них женский пол. Это да. Так, теперь нам нужно забрать вот эту фотографию. Возьму-ка я эту фотографию, чтобы при случае сравнить с оригиналом. Ага. Руками не трогать ресторанное имущество. О, он еще и разговаривает. Ну-ка, поговорим. Ну. Ого. Так вот, из кого наш повар бульон варит. Не вижу меня. Скажите, пожалуйста, ты тут кто вообще? Я же геробчик. Ох ты какой. А чего такой тощий? Не кормят, что ли? Я не настаиваю. Мне ни к чему. Слушай, идейных аскетов я не понимаю. Дело не в идеалах. Просто нынче так удобнее. Да, уж. Так, ладно. У нас тут есть номерок, который мы нашли. Отдаем ему. Нам нужно, чтобы он ушел. Любежно. Чтобы взять фотографию. Будь добр, принеси... Как это? Ну, в общем, неси, что есть. Эй, несу, что есть. Неси. Так, отлично. Пока его нет, берем фотографию. Над Петькой приколюсь. Пошлю ему романтическое послание на День всех влюбленных. Вложу эту фотографию. Чтоб скромнее был. Угу. Так, идет он. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Все как было. Мы шило в мешке не таим. У нас все прозрачено. Прозрачено. И это большое утешение. Признаться, я чуть не забыл о нем. На меня эти кристаллы тоже влияние имели. Да. Было. Бело. Да. Так, ну что, нам нужно взять этот кристалл. Друзья, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Пока мы будем идти в ту сторону. У вас есть время нажать на колокольчик и нажать на кнопочку подписки. Так, ну что, берем кристалл и применяем на вот этот бургон, который мы пытались зайти. О, вот я понимаю. Правильный камень не хуже любого сим-сима действует. Ага, заходим. Получилось. Ведь не важно, что ключ не влезает в замок. Важно, что замок согласен открыться. Теперь можно заглянуть в Сезам. Внимание! Торжественный момент. Открываем дверь. Отлично. Так, что тут у нас? Стиль техногенно-галогенный, в смысле упаднический. Пивом даже не пахнет. Опасностью тоже. Ну что ж, осмотримся. Запах кофе оттуда одуряющий, но кастрюля пуста. Чашка. Тут явно гадали на гуще. Или чашку опрокинули. Карты. Карты не играю. Не фартовая я. Художник, похоже, шизофреник. Да все художники шизофреник. Там какие-то пентаграммы нарисованы. Об этом можно и не говорить. Так, здесь что у нас еще? Может зажечь их? Ладно, оставлю пока как есть. Ладно, остается этот куб, на который нам нужно применить Анку. Что за экстренная нужда? Кому ничего терпеть? Произвожу порчу, приворот, наворот, уворот и заворот. Виртуально, на расстоянии. Ваш полет фантазии за ваши деньги. Фотографию и деньги кладем в ящичек. Про последствия заклятия узнаем из последних известий. Хе-хе, шутка. Шутка. Ага, проводница мракобесия для народа. Вот по кому плачут костры инквизиции. Вы меня помните? А вот кому не спится поначалу. Узнала, милая, как не узнала. Что? Нужда какая возникла. Или так старушку проведать решила? Деньги и у меня в кармане не пропадут. Последние отдаю, кровные. Смотри, не обмани. Вот это уже дело. А насчет обмана не беспокойся. Мы обманем, мы извинимся. По отдельному призку рамки. Красиво. И бабка лучше не шути. Да я и не шучу. Мне за это не плачено. Я дело делаю. Можешь проверять работу. Какую же работу, если ты еще ничего не работала? Так, берем фотографию официантки и применяем на тумбочку. А вот наша будущая топ-модель еще не подозревает о своем счастье. Я сама когда-то выиграла конкурс лучшая левая грудь. Лучшая левая грудь. Со счетом 1-0. Я к чему клоню-то? Один в любом нам деле без другого все равно что ноль. Счет ничей. Понятно. Берем вторую фотографию. Нам же нужно двоих туда спроводить. Ложим еще фотографию. Вот он наш Риал-мачо. В жизни он еще краше. Секс-меньшевики лишатся своего знамени. Ой, хорош, бродяга. Только мне да промискуетет и пару для него хорошо бы. Вот теперь тут полный комплект. Как говорится, два по сто и в одну посуду. Ну да, надо было сначала его ложить, а потом уже... Начнем сеанс. Потом не обижайся. Сублимация импульса необходимой чистоты. Ой, господи. Что ж ты там колдуешь так долго? Как продувка. Нулевая готовность. Как антакт. Сбой в работе системы. Ох, шутница. Файлы не могут быть восстановлены. Шутка. Шутка. Все. Конец связи, милая. Какой связи? А той, что сдерживала их целым комплексом условностей пополам с банальностями, мешая им ступить на светлый путь контакта. А теперь они ступили на этот путь. Ну ты, бабуля, и темная. Ну и дремучая. Для космоса целиком потерянная. Ну а на путь-то они как ступили? Глубоко. Нормально так ступили. Сейчас в светлом проходе находятся. Можешь убедиться. Ну да. Вот так вот. Бабулька ушла, а мы пошли проверять. Убеждаться. Пошли обратно. В бар. Ресторан. Ресторан. Заходим. Заходим. Бабкина работа. Сработал приворот. Вардует голубки. А вообще-то неразборчивость в половых связях сопровождается тяжкими заболеваниями с одновременной потерей морального облика. Причем до неузнаваемости. Так, ну что. Путь в веб-бар свободен. А вы, друзья, пока мы будем заходить в веб-бар, жмите на кнопку подписки, жмите на колокольчик, оставляйте комментарии. Обязательно делитесь с друзьями, чтобы видеть, что же у нас будет дальше в следующих сериях. Официантку вызывали? Только предупреждаю, я без тормозов. Профессия такая. Вот. Куда мы попали? Берлогу. Прости за каламбур, Боба, но ты в нашем деле темная лошадка. О, наша ловочка есть. Или ты выпьешь пилюлю, или я вынужден тебя убрать. Я не хочу, чтобы такой хороший мальчик, как ты, погиб, ибо тебя ждет великое будущее. Ты станешь великим черным магом. Но выбор, конечно же, за тобой. Простой выбор между таблеткой и смертью. Будешь пить? Ну, прям тоже он какой-то. Не-эм. Не будет с волочкой пить. Тогда ты не оставляешь выбора мне. Придется тебя убить. Ого. Да как ты смеешь конь с горы маленьких детей обижать? А хочешь, я тебе копыта твои засуну в то место, которого ты без зеркала не видишь? Если что, зеркало со мной. А-а-а. Новое лицо. Кто такая? Это она, о Великий, расправилась с семейкой темных. И пасечника она же остановила. Она могущественна, о Великий. Может, дашь мне пару квалифицированных уроков? Покажешь мастер-класс по задовылизыванию? Да. Грядет время перемен. Вы сдвинете равновесие сил. Ты появилась очень, кстати. Теперь я поставлю на поток производство резиновых женщин-роботов и таким образом переманю хор свиста и тряски, песь и пляски магических кусорков на темную сторону. То есть ты хочешь, чтобы я участвовала в твоих гнусных замыслах? Не выйдет. У тебя нет выбора. Если будешь сопротивляться, я могу тебя распять. И как это будет выглядеть? Ух, как ржет! У тебя и раз это не получится. Тоже мне, жеребец. Как сказал однажды наш полковой трубач Фима Бляйшет одному римлянину, это еще вопрос, кто кого распнет. Еще у матросов есть вопросы? Есть. И не один. А у меня ответ один. Слушай его. Ты в моей власти и у тебя одна надежда не иметь никакой надежды на собственную волю. Иными словами будет, как я скажу. Как же. А хочешь я тебе песню спою? Юность кавалериста называется. А Василий Иванович с Петькой тебя в раз взнуздают. Тогда увидим, чья власть правая. Я готов с ними увидеться, но я не спешу, готов и подождать. Особенно в твоей компании. Да. Вот так вот. Василий Иванович, возвращаемся к Петьке с Василием Ивановичем. Беспокоюсь я. И у меня тревога. Давай сходим посмотрим, в чем там дело. Ты хоть помнишь, куда она вышла? Вот в эту дверь, Василий Иванович. Ну вот туда мы и пойдем. Роздайся грязь, навоз летит. Ух ты. Как он в люк еще не угодил. Уф. После такого алкоголя довольно трудно бывает перемещаться в пространстве. Но сначала кажется, что легко. Просто слишком много еще неосвоенного пространства. На вот так вот выйдешь пройтись, очнешься уже человеком пауком и хуч плачь. Человеки пауки не плачут, из них даже током искру, в смысле слезу не выбить. Тока я и сам не боюсь. Я вот высоты боюсь и пружинящие диваны не жалую. Слушай, боец, задачу приближенную к боевой. Необходимо снять родного товарища комдива с минимальными потерями. Попробую, Василий Иванович. Так, ну что, друзья, это нам, конечно, нужно будет сделать, но сделаем это в следующей серии. А вы, друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Пока будете ждать следующую серию. Нажмите на колокольчик и сразу узнаете, что новая серия вышла. До свидания, до новых встреч. Я одного не понял. У этого дома два или три этажа? Смотрите в следующем эпизоде. Вау, а тут трупики лежат. человеческого происхождения. Косили в упор из пулемета. Анкин почерк, чувствую, отвела на душу. Ох, лютана в бою, да и на перу, да и после пира. Оборону держит, не прорвешься. Точно. Так, ладно, мы пойдем сейчас в эту арку, а вы пока, друзья, подписывайтесь на наш канал, если хотите, чтобы увидеть продолжение наших фильмов, серий, эпизодов, сезонов. Субтитры создавал DimaTorzok